Добрый день! Вы искали лечение остеопороза? Отлично! Вы понимаете, что терпение костной ткани не бесконечно. Когда в ней кальций начинает заканчиваться, риск патологического перелома от любого неосторожного движения начинает появляться. Но если вы искали волшебную таблетку с кальциями и витамином D, которые укрепят вашу костную ткань, вы нашли не то видео. Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качков, больше 25 лет, занимаюсь лечением различных заболеваний и не лечу по отдельности остеопороз, от артрита, от артроза, от остеохондроза, от хронического холецистита, либо энтероколита, от геморроя, от варикозного решения вен. Организм это целостная система и лечить его нужно в комплексе, целостно. И один из винтиков это поступление кальция в организм. Потому что дефицит кальция примерно 200 заболеваний, избыток кальция в продуктах питания или в рационе, или в вашем организме тоже примерно 200 заболеваний. Поэтому бороться с кальцием нужно, бороться за него нужно, и обеспечить нужно процесс поступления кальция в организм. Ну, самый лучший источник кальция все-таки, он не исключается, это молоко. Но если вы считаете, что молоко это не для человека, не для человека только молозиво, потому что там антитела, антиинфекции, которые переболела за свою жизнь корова. И они нужны действительно теленку, но человеку они не нужны. Но все-таки молочные продукты человеку обязательно нужны. Когда говорят, что это уже не источник кальция, найти вам волшебную таблетку, немножко обманывают. Если так было, то телята бы тоже не росли. Почему-то для них молоко это источник кальция, а для человека нет. Логика в другом. А ошибка в другом. Свежее молоко тяжело переваривается. И люди в возрасте, те, кто уже начинают лечить остеопороз, у них, как правило, есть дисбактериоз кишечника, у них, как правило, есть какой-то хронический панкретит, какой-то там патология печени в виде жирового гепатоза, стоятого гепатита. Это все нарушает путь движения кальция в организм. И уменьшает КПД усвоения кальция из продуктов питания. А основной продукт питания все-таки молоко. 250-300 грамм молочных продуктов в сутки. Это суточная потребность кальция. Если попробуете заменить другими продуктами питания, то вам нужно будет за сутки съесть килограмм 5 картофеля, килограмм 8 морковки. Вот по зелени петрушки вы выиграете. Примерно 900 грамм зелени петрушки. Это суточная доза кальция. Правда, попробуйте ее съешьте, а потом безболезненно избавьтесь от тех биологически активных веществ, которые попали с петрушки. Потому что у женщин обострится, как минимум, какие-то маточные кровотечения пойдут вне срока. У мужчин запрет просто-напросто простатит. Потому что такое количество раздражителей, проходя мимо простаты, они не оставят ее без внимания. Я предлагаю совершенно другой вариант. Я предлагаю лечение и остеопороза, и заболеваний суставов, и других внутренних органов. Заодно обеспечим ваше рейд не только кальцием, но и другими макро- и микроэлементами, а также витаминами, белками, жирами, углеводами, если вы начнете правильно питаться. Только правильное питание позволяет обеспечить все эти процессы одновременно, одним махом. Если вы ленивы по своей природе, и не хотите лечить по отдельности те 30 тысяч болезней, которые сегодня известны человеку, которые находятся в МКБ 10-го пересмотра, то системный комплексный подход к вашему организму, к вашему здоровью, к обеспечению высокой работоспособности, это, наверное, ваш выбор. Почему? Потому что правильным питанием, правильным образом жизни, правильным ускорением процесса переваривания пищи и доставки всех полезных веществ по клеткам, в том числе и кальция в костную ткань, это все-таки его легко обеспечить. Лечение по методу доктора Скачко, оно известно, оно проверено на тысячах пациентов. Если вам это необходимо, если вы ленивы и хотите все-таки жить, не только питаться таблетками и выполнять какие-то врачебные назначения, а жить легко и просто в этой жизни, обращайтесь.